Весной 2021 года было поручение президента России о том, что доведение газовой инфраструктуры до домовладения граждан было проведено без привлечения их личных средств. Масштабный проект, реализация которого началась с июня 2021 года, охватывает территорию всей страны. Промежуточные итоги исполнения поручений президента Владимира Путина по социальной догазификации обсудили в региональном отделении партии «Единая Россия» представители профильных министерств и ведомств Газпрома и районных администраций. Алла Динаева подробнее. Весной 2021 года в Карачево-Черкесии был создан штаб по социальной догазификации, куда вошли представители министерств и ведомств «Единая Россия» и «Газпрома». Были созданы рабочие группы и в муниципальных образованиях, что было необходимо, нужно, важно и своевременно. Первый заместитель министра энергетики, промышленности и транспорта Карачева-Черкесии Рустам Аркенов рассказал, как реализуется поручение Владимира Путина в нашей республике. Представил Рустам Борисович собравшимся и живой портал единого оператора газификации, куда ежедневно вносятся данные по заявкам и по выполнению социальной догазификации. На сегодняшний день мы там все поставили амбициозную цель сделать там хотя бы в два-три раза больше, как минимум, и мы и эти показатели тоже перевыполнили. Сегодня у нас там 3500 принятых заявлений от граждан на догазификацию и уже доведение газоинфраструктуры до границы – это 2800 домовладений. То есть от лучших показателей там прошлых лет, там кратно мы этот показатель увеличили. С лета 2021 года специалисты выезжали и проводили сходы граждан в районах республики, чтобы донести информацию до жителей. Социальная догазификация – это совместная работа, а возникающие проблемы вносятся на рассмотрение штаба и находят решение, говорили выступающие. По плану 2021 и 2022 года нам осталось выполнить 7 домовладений, чтобы 100% было, но мы уже много адресов выполнили с плана 2023 года, поэтому у нас общий идет процент, больше 100%. Про межуточную встречу по исполнению поручения президента Владимира Путина по социальной догазификации проводил координатор, куратор этого проекта, председатель комитета по местному самоуправлению парламента республики Исмаил Качиев. Если в вашем населенном пункте есть газопровод, то вы попадаете под программу социальной газификации. Все, что нужно – прийти с правоустанавливающими документами в «Газпром» или в МФЦ и подать заявку. После того, как ее примут, специалисты «Газпрома» выезжают и проводят техническое обследование, и в течение месяца с вами должны заключить договор, в котором указывают, в какой срок вам проведут газовую инфраструктуру до вашего дома. Программа газификации, где межпоселковые строятся. Оценочно у нас еще, если мы сейчас говорим про 5600 домовладений, которые вошли в программу, то в течение ближайших даже не года, а мы перспективу смотрим минимум пятилетнюю, потому что так легче планировать, а объем работ – там порядка 20 тысяч еще домовладений, которые предстоит проработать. Программа социальной газификации признана бессрочной, хотя изначально была рассчитана на два года. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачева, Черкесия.